итак всех приветствую ребята на канале в императора прайма и сегодня мы рассмотрим такого командира александра кортеза да сейчас люди выполняют акцию вот и каждый его кто-то уже выкачал кто-то еще качает а кто-то может быть вообще задонатил но тем не менее моя обязанность рассказать об этом командире что он из себя представляет вот и на что он способен какие перки у него вот и нужен ли он вообще поэтому поехали смотреть перки командира александра кортеза переходим ребят в казарму выбираем александра кортеза и смотрим что же у нас тут есть и у нас тут есть и изначально ребят плюс 34 к шансу нанести максимальный урон вот в следующем звании 35 процентов уже будет дальше поехали о так расположение просто шикарное плюс 15 к шансу нанести максимальный урон плюс 15 нанести к шансу максимальный урон плюс 15 опять же и плюс 15 к шансу нанести максимальный урон ребят то есть вы понимаете да уже здесь 60 процентов и плюс эти еще 35 процентов то есть максималки думаю пока там докачается это как раз будет практически сто процентов до нанести максимальный урон именно затем вот альфа страйк альфа страйк ну что такое альфа страйк вы все прекрасно понимаете то есть это максимальный урон если примеру боксами там стреляет танк там 600 максимальный урон там 700 короче или 750 то вот такой шанс что вы практически там на 100 там как бы 150 кп может быть вылетит больше а если конечно же самое лучшее если стрелять то я наверное посоветовал бы кому летим потому что кому летим просто дают шикарный альфа страйк просто шик и блеск сами понимаете у образа вылетает за за тысячу там еще двести тысячи триста можно вообще просто вот поэтому командир этот конечно же я сказал бы такой имбовый немного в плане альфа страйка но все равно боксами вы сами понимаете что не всегда по слухам люди говорят что как бы 50 на 50 вылетает не всегда вот но тем не менее командир вроде бы хорош уже по этим перкам поехали дальше у нас есть плюс три с половиной к скорости порота башни очень хороший показатель плюс три с половиной он очень нужен дальше плюс три скорости порота корпуса тоже шикарен минус 20 к уменьшению характеристик при ранении наводчика тоже что немаловажно чтобы стрелял хорошо дальше у нас идет золотые руки 8 8 скорости ремонта на каточке будете стоять чуть меньше потому что это тоже такая именно важная штука дальше у нас есть опять же уменьшение характеристик характеристики ребят здесь у нас вправо прочности орудия 21 прочности гусениц чтобы вы там прыгнули с холма у вас минус 300 хп случайно не слетела но к орудию тут у нас идет потом здесь идет ребят это уже показал здесь 12 5 прочности топливных баков кстати насколько я знаю такая тоже неплохая штука все знают что танки горят сейчас и так я бы сказал бы очень не неплохая штука чтобы танк не горел поэтому на ваш уже выбор что тут и как качать пока я только рассказываю и показываю дальше у нас есть плюс 12 скорости смены боеприпасов чтобы на кумулятивы на бобцы тут уже вам решать переходить нужно это на быт или нет прочности боеукладки прочности боеукладки захвату базы довольно неплохо на о бт чаще всего не ббм и тэшки берут базу основу о бт заезжают и стоят то что не как-то могут выдержать там нагрузку до атаки врага по хп плюс 3 скорости поворота корпуса дальше у нас здесь смены боеприпасов уменьшение характеристик проведения заряжающего тоже заряжающего и к смены боеприпасов здесь у нас три вот этих первых характеристик при ранении механика водителя ребят здесь скорости поворота башни здесь к корпусом но и так вот расположили дальше внизу у нас распространяется плюс 88 скорости ремонта также его тоже скорости ремонта вот характеристик ранения наводчика прочность прочности орудия гусеницы и захвату базы и здесь у нас захвату базы 63 ребят ну в общем командир такой специфический да вот на бт но смотрите я примеру лично не увидел примеру что-то на сведение и что-то на разброс да то есть ну нету такого что-то прям сведение да там разброс там то есть что очень тоже немаловажно принципе принципе классно что здесь есть что танк не будет гореть раз прочность орудия здесь просто мама не горю как говорится здесь очень много на прочность орудия много на альфа страйк что вылетит и на поворот корпуса ребят и башни поворот корпуса башни захват базы и как бы вот прочность топливных баков и орудия ну я бы даже сказал что не то что там на бт может его скорее всего там посадить надо играть там и имбовый я бы скорее всего его если честно лично мое мнение я бы его надо посадил на и тэшку вот стоишь короче на это прикрываешь стоишь в кусту и наносишь максимальный альфа страйк просто кому лети вами или что-то вроде это во-первых быстро корпус крутится у вас быстро башня крутится что на месте тоже немаловажно когда вы прикрываете об этом не знаю там лт кого угодно светляков вот плюс здесь как бы орудие то есть если вам выбили орудие на это у вас тут просто все на орудие прокачивание то чтобы выбить не очень так скажем так уж и просто плюс вот эта штука которая скорости смены боеприпасов вот она она очень важна для того чтобы там менять кумулятивы примеру на на бобсы да стоя на месте вот ну здесь еще я не сказал то что вероятных вероятности пожара минус 21 9 поэтому на бт важнее мне кажется более сведение разброс орудия перезарядка ну конечно скорость порта башни там вот такие вот параметры согласитесь да то здесь принципе не сказал что прям перки на бт ваше мнение я ничего никому не навязываю моя задача показать перки рассказать максимально ну я бы посадил его найти вот просто на это что просто максимально альфа страйк дамажить с кустика самое оно по моему мнению но это мое лично мнение у вас может быть свое ребят но если было полезно я старался поставьте лайк подпишитесь на канал с вами был император прайм до следующих обзоров все говорится для вас чтобы в курсе всех событий были на этом все всем пока 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 до скорых встреч и удачи на полях